В том, что поиск второй половинки – дело ответственное, согласны все без исключения. А вот насчет того, нужны ли для этого брачные агентства, мнения шимкензов разделились. Есть люди закомплексованные, которым трудно общаться с другими людьми, может быть, для них и надо. А для большинства, наверное, люди, которые не чувствуют каких-то затруднений в общении, то, я думаю, для них вряд ли это понадобится. Нет, они не нужны, я считаю, абсолютно. Люди разводятся, сходятся, брачные агентства обязательно нужны, я так считаю. Я не знаю, насколько это нужно. Сейчас, конечно, интернет больше всего выполняет вот эти обязанности. Поклонники всемирной паутины посещают порталы знакомств с удовольствием. Более 16 миллионов сайтов выдают поисковики при первом же запросе. Но чаще всего интернет-пользователи заглядывают сюда явно не ради серьезных отношений. Хотя на сайтах знакомств на сегодняшний день зарегистрированы сотни тысяч анкет, желающие создать семью все равно обращаются в брачные агентства. И, как выясняется, в основном это молодые мужчины в возрасте до 30 лет. Что характерно, куда бы я ни пришла и где бы я бы не рекламировала свое агентство, ни один человек не сказал, ой, да это такая ерунда. Все говорят, ой, как здорово, ой, давайте. Все берут визитки, все берут номера телефонов, мы к вам придем. Идея открыть в Шемкенте брачное агентство у Светланы Пантелеевой появилась недавно. 30 лет женщина проработала в связи. Оставшись без работы, решила не сидеть дома, а связывать человеческие судьбы. Тем более, что опыт свахи у нее уже есть. На ее счету четыре созданные семьи. Я больше всего боялась, что будет мало мужчин. А знаете, получается наоборот. Мужчин больше, чем девушек. Вот сейчас в данный момент, получается, парни молодые, начиная от 22 и до 25, до 26. Ну, есть у меня, правда, клиенты, которые 30 лет, 33 года. А девушки, молодых девушек не так много, а в основном после 30. База данных пополняется новыми анкетами практически ежедневно, говорят хозяйки агентства. В нашу эпоху всеобщей занятости брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти свою половинку, уверена Оксана Герм. И сайты знакомств в этом деле не соперники. Во-первых, в интернете на фотографии может быть Ален Делон, но на самом деле там далеко не Ален Делон. Девушка может быть стройной 90-60-90, на самом деле там огромная, большая. А тут все вживую, по-настоящему. И действительно проверенные люди, что не будет какой-то там брачный аферист, альфонс там какой-то, мошенник или она там мошенница. Потому что много же сейчас таких там наживца. Естественно, проверять будем. В том, что тысячи людей в разных городах и странах с благодарностью могут сказать, что именно при помощи брачных агентств обрели шанс любить, быть любимыми и создать семью, хозяйки шемкентского брачного агентства не сомневаются. И уверены, что очень скоро и о них многие пары будут вспоминать с благодарностью. Ирина Притула, Константин Исупов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.